друзья всем привет решила снять вторую часть потому что несколько растений у меня остались нерассказанными и думаю чем больше видов я охвачу тем больше у вас будет возможностей сравнить свои растения потому что я рассказываю про определенные виды про определенные виды их верить и может быть у вас случается с вашим видом именно такое ну чтобы вы сравнили с моими наблюдениями сделали свои выводы может быть вы мне что-то посоветуете может быть у вас иная точка зрения на этот аспект поэтому вот чем больше видов мы охватим тем лучше как в том фильме чем больше сдадим тем лучше ну и начну я вот саговоидные хеверии я уже рассказывала в первой части о баговоидных о том что у них сильный иммунитет о том что они практически никогда не болеют ну по крайней мере в меньшей степени чем тонколистные растения и что с ними случается вот случается с ними вот такое вот смотрите этому растению ну скажем так маловато света не критично мало но маловато она у меня стоит на галерке и свет от лампы на него попадает не очень много и не очень ярко так верчу иной раз вот этот окрас на листьях это хеверия липстик этот окрас на листьях это еще остался с лета с весны вот он пока еще держится но если ее поставить в условия еще меньше освещенности то и этот окрас пропадет то есть где-то я смотрела что-то видео девушку рассказывала что вот этот окрас на листьях держится постоянно вот тема на и хорошо нет не постоянно он держится окрас этот исчезает чем больше света тем больше окрас если света не будет просто вы поставить эту хиверию на подоконник вот таких красных накрашенных ногтей но липстик это помада то есть вот окрас от помады не будет однозначно но все равно вот что я хотела вам показать по своей хивере смотрите у нее опущен нижний ярус листьев вот он опущен вот он должен быть вот так когда ей хорошо когда и много света все листики собраны к верху вот она такая компактная это же развалилась хивере розетка развалилась центральная часть еще такая стойкая но может быть от того что я начала ее потом переставлять повыше лампу опускать пониже то есть ее поменяла там местами периодически меняю а изначально когда я ее принесла с улицы я ее поставила вообще на галерку и она махом за месяц опустила вот эти листья вот вот это тоже реакция на стресс стресс от низкой освещенности так то у нас дальше дальше я хотела рассказать вам о том что когда растения стрессуют они видоизменяют листья вот на примере вот этой детки сильвер принца посадила я ее корешки у нее были маленькие на ко мне приехала и вот видно что когда она начала приниматься но она конечно подросла с того времени но ненамного может быть в два раза выросла и все и вот смотрите листья у нее растут неровные вообще мутированные некоторые вот этот листик вот он смотрите вот он прям совершенно не похож даже на лист какой-то просто бугор и все но не знаю хорошо будет в камеру видно или нет он сливается с другим с нижним вот шишках весь и здесь вот тоже шишечки на листиках на этих но следующие вроде растут нормальные ну по крайней мере мне сейчас так кажется вообще я планирую вот этот сад рассадить то есть детки эти достигли того возраста когда ему же тесновато здесь не нужно их рассаживать по своим емкостям поэтому ну по крайней мере две вот этих я отсажу однозначно эти две а эти может быть оставлю в этом горшке потому что они не очень еще большие им тут вполне нормально будет вдвоем вот следующий пример виды изменения листьев но забыла как всегда название буду редактировать видео ставлю здесь изменился лист вот этот прямо это вообще выросли вырос один ли сросшийся прям здоровый здоровый толстый на пол розетки вот она это один единичный лист и вот если сравнивать общее так общим взглядом смотреть на нее что вот я вижу не знаю что вы видите может быть кто-то видит и скажет обалденная розетка но я вижу что она деформированная то есть центральные листья центральная часть розетки она мельчает то есть листья растут мелкие маленькие растут медленно вот эти же все большие почему это произошло а это произошло вот почему смотрите вот она была посажена и она росла росла я поливала и сильно я не смотрел как там она растет оказывается у нее корневая система вся на поверхности вот я ее беру и она уже вылезает вместе с комом земли то есть вот она практически вылезла может быть когда-то горшок так помяла она раз приподнялась 2 приподнялась и вот постепенно от нескольких прикосновений она практически вся вылезла наружу то есть ей не хватает влаги и поэтому она вроде растет какие-то какую-то влагу корни питают но вот нормального роста от нее пока нет вот поэтому это произошло ну сейчас я после видео ее пересажу следующий пример эхиверия капли дождя raindrops с того времени как я занесла ее в комнату то есть с конца октября и вот до начала января прошло два месяца но растет она конечно же быстро но первые наверное три недели она ужасно стагнировала она ужасно замедлила свой рост и вот эти листья вот эти они были в самой серединке вот эти листья которые вот деформированные со шрамами они были вот здесь она точно так же как и after glow вот та розетка она замерла она прекратила расти и эти листья очень долго находились стадии стагнации вообще розетка находилась стадии стагнации с вот этими уродливыми листьями то есть у нее вот явно видно шрамы на листьях вот они изменились бородавки мельче стали вот это вот прям совсем маленькая бородавочка но в общем короче все все с ней было очень плохо после того как она пожила в комнате она поняла что это ее теперь постоянные условия и она начала опять наращивать компактные бородавки компактную макушку то есть вот с ней я ничего не делала она постояла постагнировала и потом начала расти сама то есть без всяких моих усилий ну конечно вид ее теперь не очень интересный не очень красивый но ничего страшного все равно я считаю она нормальная можно ей конечно отрубить голову переукоренить но я этого делать не буду люблю растение на ножках со временем нижний ярус листьев отомрет постепенно какие то может быть я оторву ну оторву для чего может быть попытаюсь их размножить хотя бородавки очень трудно размножаются листом вот у меня я отрывал у барон болда листик наверное пять или шесть и вот моими усилиями моей абракадаброй только два листа дали деток сейчас у меня они принимаются так поближе следующий пример это эхиверия но гибрид лао однозначно но что это за эхиверия я не знаю я ее покупала с корейскими иероглифами покупала я ее вот за такие красивые листья то есть вот они прям такие кровяные когда стерт налет прям кровяные кровяные но сейчас она у меня обычная какая-то я даже не знаю на кого похож похож на монро оранж но это не монро оранж монро немножко другие вот и что это за растение я не знаю когда она ко мне приехала дала корни начал началось ней творится что-то невероятное она выдавала мне листья и длинные и пузатые и деформированные в общем очень очень долго шло ее укоренение адаптация вот сейчас она вроде начала наращивать равномерные листья и по форме и по длине но розетка не крупная хотя вот видно что нижний лист он большой то есть она должна быть по идее гигантела вот лист этот уже прям вымахал единственный не отсох от старых принцип вот эти вот все листья они уже наращен у меня остальные все засохли ну такой вот очень долгое у нее было укоренение и адаптация тоже очень долгое не вот видно что вот даже вот этот листик вот этот ведь у него клюв такой ярко выраженный вот он немножко другой отличается других листьев а был еще уродливее вот этот лист он тоже какой-то длинный вот этот просто длинный вот этот расширенный старый а этот просто прямой длинный вот тоже ей не нравились мои условия у корейцев по ходу грунт был вкусней еще один пример стресса растения это хиверия lowlensis она была посажена в горшок пятерку розетка вот это достаточно крупная достаточно большая была но связи с тем что ее никто не пересаживал из этой пятерки она постепенно измельчала листья у нее вот эти постепенно отсыхают и она вокруг себя выдала огромное количество детей вот это я не буду пока отрывать он еще такой живой вот по кругу причем я детей этих отрезала на продажу отсылала и все равно она продолжает их рожать по кругу вот смотрите прям целая такая семья еще получается я думаю если посадить ее в большую емкость где ей будет достаточно просторно то рост вот этих детей прекратится потому что опять же растение чувствует что у нее очень плохие условия ей тесно и и мало поэт и она вот воспроизводит потомство старается что-то оставить после себя на случае если она погибнет еще один пример это моя бывшая красоточка их вере трампет пинки она была невероятно красивой такой ровная геометрически правильной с этими листиками хоботками вообще была обалденная потом вот что-то с ней произошло и она разделилась вначале на две розетки и потом каждый из этих розеток из центра из центра своей розетки выдала цветонос то есть точки роста у нее нет хоть здесь и две разделенные розетки но точек роста у нее нет хотя вот здесь после того как я отрезала цветонос первый самый вот здесь что-то там появляется возможные листики научу буду за ней наблюдать конечно если она нормально разовьется там за пару месяцев я вот эту голову отрежу ну а с остальными вот здесь часть цветоноса я вам его показывала этот цветонос там он выдавал корешки я ее отрезала цветонос отрезала посадила не знаю укореняться они или нет кстати вот у меня один укорененный цветонос вот он дал деток это вот от этой розетки хиверия пул оливер ну здесь вот по кругу после того уже как у нее пропала . роста она по кругу начала давать деток то есть в природе все закономерно продолжение жизни следует красота пропала но зато многом молодой поросли и и пока еще рано отделять но я думаю так к весне будут у меня трампит пинки и возможно даже в продаже и вот смотрите сколько там много страсти на стволе просто хаотично там размножаются не знаю разовьется хотя бы из этих вот маленьких детей хотя бы две-три розетки потому что большая часть естественно она засохнет погибнет ствол не вынесет такого большого количества ему просто нечем будет ее питать ну что-то там наверное все равно останется и листья смотрите продолжают сохнуть хотя она политая она подкормлена эта розетка листья все равно продолжают сохнуть то есть процесс который запустила само растение он не останавливается как бы вот я но особо конечно я не стремлюсь особо особо я над ней тут не пляшу с бубном побрызгала ее и нам подкормила вот видны на ней капли от обработки но все равно листья продолжают усыхать то есть вот процесс наверное гибели ее запущен и с ней произойдет то же самое что произошло вот стоя мистар центральная розетка погибла все листья засохли вот сейчас этот цветонос тоже удалится и все вот в центре смотрите цветонос этот срежется и останутся только вот эти три большие детки то же самое произойдет с ней вот случается такое нехиверия rainbow радуга вот радуга это находится в таком состоянии практически с летом почему я думаю потому что это растение растет как детка это вот у нее хоть ножка но это ножка она от старого растения от мамки я рассказывала как у меня что у меня с ней произошло я посадила детку пришла она ко мне очень очень страшной подвяленной я ее посадила на наконец-то принялась и когда я уехала на две недели по приезду я обнаружила что кошка залезла на нее снесла и точку роста и потом на этой палке образовалась деточка я не стала ее срезать вот основной ствол вот он плохо уже видно тут еще корни воздушные ну вот основной ствол вот это вот нарост с левой стороны это основной ствол а отсюда уже было . и потом она уже превратилась за это время вот за год она превратилась вот в этот ствол И вот эта детка уже выросла То есть эта детка растет практически на материнском стволе И видимо, может быть, питания уже не хватает ей Вот она уже корни свои выпускает воздушные Надо ее все-таки чикнуть Вот если я ее чикну, то она, я думаю, начнет хорошо расти и развиваться А пока она вот в этой стадии стагнации находится практически с лета Она как бы пошла сначала в рост, но вот ее потом солнце приостановило Потому что она под палящим солнцем находилась все лето Я ее не притенял, ничего с ней не делала И вот она до такой степени застагнировала Что вот у нее практически исчезла вся зеленая часть растения Вот видно серые пятна, это хлорофильные листья Вот эти пятна, это хлорофильные А вот эти белые, розовые, это все бесхлорофильные И то есть хлорофилл она потеряла У нее даже в принципе Вот смотрю я сейчас, у нее в середине даже все листья растут бесхлорофильные То есть она стала белой полностью Она живет сейчас за счет вот этих нижних листьев И за счет вот этих небольших пятен хлорофильных Если же она их отсушит, вот эти листья То возможно она даже погибнет Вот это тоже случается от стресса То есть вот эта вот чрезмерная варегатность Тоже случается от стресса Ну и раз пошла такая пьянка Лишь последний огурец Раз речь зашла о варегатности Вот расскажу вот об этой детке Это тоже, я думаю, воздействие какого-то стресса Потому что изначально родилась детка из листа Была она, ну несколько голов на ней было На этой детке Потом эти несколько голов очень долго не росли И потом, когда они начали расти Обнаружилось, что это многоголовая розетка Состоящая из обычной розетки Вот обычная розетка Тут очень много мелких, тоже обычных Но одна из них крестатная То есть закрестатилась Вот эта вот крестатная розетка То есть ее Вот у нее уже видно, что у нее широкий ствол Вон он Прям такой уже хороший ствол широкий И соседняя розетка Хоть и обычная, но наполовину варегатная Очень такой интересный экземпляр Вообще, эта детка была на продажу Но я оставила ее себе Хочу наблюдать Ну, я слежу с нее вот эти обычные розетки Потому что обычных мне не нужно У меня вот взрослая обычная такая же Ну, а вот эти две я оставлю обязательно себе Крестатную Ну, как бы даже на одном стволе постараюсь оставить Чтобы она вот так вот Ну, посмотрю, не знаю Я еще там внутри сильно не заглядывала Но крестатку и варегатку по-любому оставлю себе Вот эта детка купит Так, а вот мамка Вот что случилось с мамкой Это эхиверия амаена Или албокорената Похиверия албокорената В общем, несколько названий у этого растения Ну, по всей видимости, это гибрид топситурви И, наверное, похиверия шейдекери Вот этот гибрид Что случилось с этим гибридом? А случилось с ним вот что В связи с тем, что она очень любит потянуться А так как она у меня стоит ближе На самом краю полки Куда свет лампы плохо дотягивается Я ее поливаю вообще практически не поливаю Поливаю очень редко Но чтобы сохранить ее форму И что она начала делать? Вот она начала точно так же, как и некоторые другие И отсушивать листья из середины Вот видите, что творится То есть нижние еще целы А пошли сохнуть от середины Вот то же самое дальше Вот Нижние отсушила И уже сушит вот этот рядышком Вот вообще караул И поливать плохо И не поливать плохо Но это однозначно от недостатка влаги Ну ладно, пусть пока не мотаются Эти листья отсушат до конца Тогда удалю Вот Но вообще розетка, конечно, красивая Мне нравится эта розетка Хеверия У нее интересные листики Смотрите, какие Вроде как и трубочки И вроде как и пятачки такие Какие-то сросшиеся пятачки Почти что, как у трампит пинки Какие-то просто ладошкой раскрытые Ну, интересное растение И детер Дело очень интересное Вот еще один пример Это эхеверия Шавиана стректифлора Балерина варегата Варегатность у нее легкая Такая, еле заметная Но все равно присутствует Форма листьев у нее интересная Вот что с ней произошло В прошлом году ее жрал трипс И она выглядела практически так же Но еще страшнее, конечно В этом году у нее Вот то же самое от стресса Опять же, нехватка Резкая смена условий Нехватка влаги Вот эти шрамы на листьях Изменение цвета Корки на листьях И знаете, что я заметила Вот начали расти молодые листья Только тогда Вот эти молодые листья Начали расти нормальными Тогда, когда я срезала с нее одну детку Вот у нее несколько деток здесь И я самую крупную срезала Отослала девушке И вот после этого Она выдала сразу Вот несколько здоровых листьев То есть это о чем говорит О том, что минеральных веществ Ей прибавилось Дети сосали соки И сосут соки И розетка теряет свой внешний вид И нехватка минеральных веществ Сказывается вот на таком Безобразном ее виде Все как у людей У беременной мамы портятся зубы Разрушаются кости Потому что она кормит плод То есть плод питается за счет матери Здесь тоже дети питаются за счет матери Потому что они приросли к стволу Потому что они живут в основном на ее корневой системе Хотя возможно у некоторых деток Еще уже есть свои корешки Но все равно Они привязаны к стволу И основную массу всех полезных веществ Они получают через материнское растение Вот еще одна великомученица Бирка стоит эхиверия мира Я ее покупала просто как эхиверия мира На самом деле это не мира Вставлю название Есть у меня где-то записано Не помню как ее зовут Я вообще думала что это гибрид полидонис Как оказалось это вообще гибрид агавоидис Ну я бы конечно отнесла ее к полидонис Может быть там и ошибка какая Похож на полидонис Что произошло с этой розеткой Вначале она росла нормально Вот сейчас у нее Летом она у меня стояла на улице Но под большими красулами То есть солнце ей вообще не попадало Она летом у меня была вообще зеленая То есть она в жаре была Но в тени и в хорошей тени И она была полностью зеленой Поливалась она очень редко И за лето я поняла Что она начала варегатиться Вот заметно что у нее появилась Легкая варегатность в листьях На здоровых листьях Вот здесь шрамы Здесь вот полопанные листья Это от переизбытка влаги То есть я вообще их очень редко поливаю Но видимо вот того Количества влаги Которая ей попадала Оказалось прям очень много И видите как вот растение реагирует На избыток влаги Сразу начинает хлебать В большом количестве И ткани листьев не выдерживают И лопаются Но это все равно лучше Нежели бы она просто скинула листья И они бы загнили И опять вот у нее начало Я смотрю Либо раздваивается макушка Либо появляется цветонос Пусть лучше цветонос С раздвоенной макушкой Это же ужас Вообще не люблю Когда эхиверии Ни макушки раздваивают Не люблю когда они цветут Это портит их внешний вид Я считаю Нет Ну сами конечно цветоносики Неплохие Симпатичные Вот прям Миленький такой Пузатенький цветочек Но потом Эта палка же Она постепенно отсыхает И она прирощена к стволу И потом Очень долго Приходится ждать Прежде чем Она отсохнет И когда ее отрываешь Уже сухую То на стволе Там образуется дырка Ну углубление такое Где был прирост цветоноса И я заметила Что после этого Растение уже хуже растет То есть нужно его переукоренять Вот такая страшилка 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 Ну и наверное Вот это последнее растение О котором я расскажу Эхиверия лавлероза Она тоже очень хорошо тянется Прям прекрасно тянется И несмотря на то Что она у меня стоит Практически вот под лампами И от лампы До растения Ну меньше 10 сантиметров Где-то вот так Ну сантиметров наверное 8 И все равно Вот Видите Такие получаются Длинные столбы Длинные розы То есть вот эти Листья еще не успевают Отсыхать Вообще она такая Растет Именно На ножках Очень часто У нее Отсыхают Нижние листья И вот эти Листья Она даже не успевает Отсушивать Насколько быстро Она Подтягивается И растет И вот смотрите Опять же Нехватка воды Это однозначно Нехватка воды Потому что я ее Практически не поливаю Чтобы она не тянулась Вот Листья Отсыхают Из центра Где-то еще один По-моему Видела Может быть Нет Да Вот тут где-то Но это нет Это уже не из центра Хотя да Хотя из центра Вот этот оторвала А нижний Еще остался По идее Должен сначала Отсохнуть Вот этот Вот ей Не очень хорошо Давай мы тебя Оторвем Раз ты так хорошо Держишься Ложись Будешь нам Давать детей Они дети Вот эти тянутся Видите Я их вообще Практически не поливаю Но тянутся Ничего с этим Не сделаешь А вот дитё Без точки роста Я только заметила Но это все От стресса Вот нехватка Влаги Но хотя там Вот появляется Видно Что там Начинает расти Маханьки листик Не знаю Вон он виден Ну вот так друзья Ну то есть Вывод какой Растение Не любит стресс И каждое растение В зависимости От своего вида Реагирует На стресс По своему То есть Какой-то Отсушивает листья Какой-то Образует шрамы На листьях У кого-то Происходит мутация Либо в большей степени Либо в меньшей степени То есть Преобразуется В другую форму Либо лист Либо вообще Вся розетка Кто-то теряет Точку роста И у него Начинает Образовываться Поросли Из деток В общем У всех Все по-разному Но все равно Мы знать Досконально Не можем Почему У растения Такое происходит То есть Это только Наши догадки Растения А в частности Суккуленты Очень мало изучены Очень мало информации По этому И поэтому Здесь вот То есть Нужно Опираться Просто Я думаю На выводы Кого-то Вот Читать Какую-то Информацию Которые Опять же Очень мало В интернете Информации Про суккуленты Вывод Какой Основной Нужно Наблюдать За растениями За их Развитием И делать Уже Свои Выводы Все Друзья Всем спасибо За просмотр До новых Встреч Прикольный Цветоносик Классный Классный Мне его прям Даже жалко Отрезать Я бы его давно Уже отрезала Он такой Небольшой И так Смотрится Здорово Прям Как Колосок Друзья Забыла Показать Вам Цветение Моей Красулы Хотела Показать Просто Не знаю Когда еще Буду Снимать Видео Хотела Показать И забыла Вот так Цветет Красула Мунглоу Вот Центральный Цветок Уже Отсыхает Она давно Уже Цветет У меня Вот эти Два Недавно Распустились Какой же Запах Обалденный Просто Обалденный Невероятный Запах Так Не пахнет Вот если Если Аусенсис Титанопсис Пахнет И запах Такой Сильный Что Вообще Пахнет Можно сказать Даже Полностью Комната Она у меня На кухне Стоит И Когда она Цвела Пахла Комната Невероятно Сильный Запах То Вот это Просто Пахнет Когда Прикладываешь Нос Но Такой Запах Такой Необыкновенный Ну Что Не скажешь А плавновидный Это я Наверное Даже Больше Для себя Хочу Заснять Вот это Потому Что Вот За Три Года Как Это Крас У Меня Она У Меня Цветет Первый Раз Ну Прям Так Обильно Я Думала Что Она У Меня Не Цветет Из-за Того Что Она Стress Опять же Третий Год Сидит Вот В Махоньком Горшочке Ей Естественно Тесно И Все Равно Смотрите Сколько Много Цветоносов Четыре Цветоноса Три Прям Мощных И Один Небольшой Листики У нее Все Блестящие Будто Медом Намазаны Обалденные Еще Суперская Классная Преклассная Не Могу Поймать Фокус Ну Все Друзья Теперь Действительно Пока Пока Всем Спасибо За Просмотр До Новых Встреч Продолжение следует